Всем привет! С вами Брэдлов из сообщества кланов Рагу. И перед нами бой на карте Мураванка между кланами Схор и кланом Эйбл. Заранее извиняюсь, если произнес неправильное название. Сетап Схоров, соответственно, это 4 девяностика, 1 арта, 1 борщ и остальные это 32 и 3 ИСы. Смотрим на первичный разъезд. 2 девяностика уходят в лес на просвет восьмой вертикали. Артиллерия, скорее всего, сейчас будет переезжать. Тяжики же уходят на третью, четвертую вертикаль, а холм. Девяностик просвечивает пространство между холмов. И последний светлячок занимает А1 и также светит первую вертикаль. Схоры на первом респе, а второй респ на Мураванке гораздо лучше. Потому что здесь занимается обычно вот это вот место. Идет просвет леса одним танком, который жертвует, и отстрел. Но Эйбл делает что-то непонятное. Есть засвет первой девяностика. Сразу, разумеется, он тухнет. Артиллерия очень-очень поздно начинает оттуда уезжать. По центру ее могут подсветить и убить. Второй девяностик светится и тухнет, что и говорил. Достаточно одной ЛТшки, чтобы успешно зачистить лес. Счет 2-0 в пользу Эйбла. У них еще 13 с лишним минут. По-любому есть артиллерия с хоры на маленьком-маленьком участке карты. И все, что нужно, отправить к ним под холм одну-две машины, занять аккуратно город, не светясь, и отрабатывать артиллерий. За 12 минут, даже одной артой, это все можно 10 раз разобрать. Милое общение в чате немножко ускорим. Эйблы весьма разумно отправляют пару машин на подсвет. Но сборщик против раков уничтожает первого девяностика, потом уничтожает второго. А что происходит сейчас, есть честно, непонятно. Эйблы просто поехали вперед. Причем за момент, как только они подошли, их уже весьма неплохо отфокусили. Теперь же они просто лопаются, потому что они подставились под кучу ИСов третьих с хоров и отдались. Счет 8-5. 9-5. И это после счета 0-2. То есть, что хотели сделать Эйблы таким рашем, мне, если честно, немного непонятно. Теперь же все, что нужно, проехать уже третьим ИСам, имеющим колоссальные преимущества, и добрать остатки Эйбла. Счет 12-5 и уже, разумеется, с хором ничего не помешает выиграть этот бой. Основная и единственная ошибка Эйблов после замечательного начала со счетом 0-2 это то, что они просто пошли в раш и, соответственно, потеряли все свои машины, вместо того, чтобы аккуратно играть на артиллерию и на подсветок. Счет 15-5. Победа клана Схор.